Друзья, всем привет! И в этом выпуске у нас замечательная машина, Hyundai Solaris, машина моей жены. И я ее прокачивал как-то. Лена, ну ты как? Прокачку вообще оценила мою, нет? Конечно, только половину раздолбили. Раздолбили. Половину мы точно раздолбили. У нас вот, смотрите, что от юбки осталось. Прямо можно брать вот так вот. Пам! Она ушла. Это суровые наши зимы. Ленка водит вообще хорошо. Она просто там первая, вторая. Ну кого я обманывал? Она на автомате ездит. Но ездит она неплохо. И прошло два года, и хочется как-то усовершенствовать нашу тачку. Потому что мы как сапожники без сапог. Согласна, Лен? Ага. В проектные тачки вкладываем, музыка, все самое лучшее. А на этой тачке, которая нас выручает, мы ездим и на Алтай отдыхать. Это наша рабочая лошадка. Мы в основном на ней двигаемся. В магазины, еще куда-то. Ну, крутая тачка. И многие меня спрашивали, Денчик, вот что лучше, Веста или Солярис по качеству, по исполнению? Солярка намного лучше. Качество запчастей, деталей. В общем, она все-таки по качеству получше. А помнишь, мы тебе музыку ставили? Такой экран ставили. Большой. Ну и что, вон, ты когда запускаешь машину, сколько по времени он включается? Через раз. Ну, через раз. Либо надо ждать порой 40 секунд, порой 7 минут, порой 18 минут. Просто, чтобы включилась магнитола. Динамики тут все штатные. Мы музыку не меняли. А Лена у меня любит по утрам, когда едет на работу, навалить музыки и записать сториз в Инстаграм. В общем, не буду долго томить. В этой серии, что мы делаем? Прокачиваем, а есть же не тачку. Мы ее продавать не планируем. Отъездили примерно 2 года. Если даже будем, наверное, лень и менять машину, возможно, ее просто оставим и как трофей. Как у нас будет прокачиваться машина? Вы помните, у меня был Mark II, красный, красивый, интересный. Там тоже стояла аудиосистема Pioneer. Pioneer это, по сути, топовые вообще компоненты. И мы закупили большой-большой-большой список аудиосистемы, которые мы внедрим в эту машину. У Лены будет в багажнике сабвуфер. Это, представляешь, ты будешь ездить такая. Бам-бам-бам. Там хоть месяц-то останется. Ну, останется там и место и под картошку, и под все. Вот, кстати, топовый у нас уже динамик. Это он пойдет на саб. Плюс у нас есть уже магнитофон. Наш новенький, красивенький, двухдиновый, процессорный, качественный, динамики, новая линейка, 300 ватт. Понимаешь, раньше были 180, а у тебя 300. Хочу вам напомнить, что 25 августа будет квалификация Лиги Чемпионов, где в 22.00 Шахтер будет играть против Монако. Мои постоянные партнеры из Лан Икс дают самые высокие кэфы на этот матч. Пополнение без комиссии, регистрация в один клик без паспорта, а также моментальный вывод средств без потерь на большинство платежных систем. Ссылочку ты найдешь в закрепленном комментарии, либо сканируй QR-код. И два усилителя, плюс еще рупора, более стерео такой эффект у нас будет. В общем, Лен, тебе все самое лучшее в тачку. Это у нас задача номер один, прокачать Ленний автозвук, чтобы она осталась довольна. И какая у нас задача номер два? Вы думаете, я подхожу, чтобы, типа, я ее люблю, там, обнимаю, там, типа, моя жена? На самом деле у нас вторая петличка сломалась, мы как бичи, вот так, Лена, какая у нас вторая задача? Юбку поменять. Ну, юбку, да, тебе, юбку, юбку и сандали сапоги купить на зиму. Я уже заказал с компанией, где я раньше заказывал, они уже в цвет окрашены, ничего сложного нету. Ну, и потом дитейлинг. Моем салон, полируем тачку. Когда мы покупали машину, знаете, цвет горел. Помнишь, как она блестела? Помнишь. А сейчас она почему не блестит, ты знаешь? Нет. Потому что я тебе на халяву машину мою, когда вытираю, тряпками залямзал всю ее. И в итоге мы ее отполируем, керамикой покроем. Тачка преобразится. По сути, незаменимая тачка не ломается, ни разу ничего, кроме замена масел, ничего не делали. Все четко, ездим, наслаждаемся жизнью. Так что обслуживаем Лене тачку, делаем узяку. И когда уже будет конфетка, когда будет играть громко, мы приезжаем тебе, показываем, тестируем. Ну и ты скажешь... Ну да, неплохо. Неплохо. Ну все, ребят, забрал у Лены тачку под предлогом, что якобы я ей буду делать музыку, бампера, на самом деле я поехал по девчонкам, сейчас еду к своей бывшей. Да нет, какой бывшая? Бывшая же камеру держит. Ну если серьезно, Ленка никак не хочет мне отдавать машину, она сейчас едет на работу. Время сейчас утро. Я говорю, да я сам доеду. Она говорит, нет. Высаживаем ее возле работы, забираем тачку. Вот так вот выглядит магнитола. Вроде бы она как-то поет, вроде бы она все переключает, но иногда по утрам она тупит. И качество звука, если мы добиваемся хорошего, если мы взяли хорошие компоненты, мне кажется, с этой магнитофоном уже никак не добиться. Потому что со стоковыми динамиками она еще нормально играет. Но если уже ставить что-то посерьезнее, звук уже будет не тот. Сигнал этому АСУ. Сигнал АСУ этому, Лена. Сигнал. Ну все, происходит смена пилотов. Один на работу, другой якобы на работу. На хобби, на хобби. Вот она наша малышка потрепанная немножко от Ленина езды. Чао бомбино, сеньорита. Так, я поместился. Ну все, братцы. Майфу на ма включаем и в путь. Друзья, вот мы в студии у Кирилла. Неоднократно мы тут все делали, устанавливали и приехали еще на солярисе моей любимой жены. Ты, я думаю, более профессиональными словами можешь рассказать каждую линейку, каждую позицию. Мы, наверное, потом достанем еще, посмотрим, как это воочию выглядит. С чего начнем, наверное, с динамиков? Да, начнем с динамиков. Пионер. Модель называется М1610Про. То есть это эстрадные динамики. Достаточно громкие, с хорошим магнитом. В свою очередь, при этом они, кстати, очень компактные. Поэтому мы поставим их туда без проблем. Ничего резать не придется, скорее всего. Мощность у них порядка 100 Ватт номинальная и 300 Ватт максимальная. Я думаю, этого будет твоей жене просто достаточно. Ну, насколько я понял, это одна из самых мощных линеек в компании Пионер. Так что у меня жена любит громко послушать. Если мы еще будем запитывать через усилки, да, это все? Да, у нас также имеется два усилителя, получается. Первый усилитель это четырехканальный, который будет играть на динамике. И моноблок у нас, который будет играть для сабвуфера. Усилители тоже достаточно мощные, при этом, в свою очередь, они очень компактные. Я помню, мы когда на Mark ставили, наверное, самая фишка в том, что они компактные. Потому что мы их под сидушку... Под сидушку мы их спрятали и все. Я думаю, здесь попробуем, может быть, так же сделать. Рупора. Это высокочастотные динамики. Заявленные мощностью, там, номинальная 50 и максимальная 150 Вт. Очень большой диапазон воспроизводимых частот, там, от 3000 Гц до, если я не ошибаюсь, 29000 Гц. Ну и чувствительность в 101 ДБ у них заявлена. Посмотрим, когда установим. И что у нас еще интересного? Это самое основное, это, наверное, СЭП, да, у нас получается. Вот такой здоровый. Это, по-моему, тоже новая линейка от компании Пионер. Судя по картинке, выглядит он очень бодро, с огромным подвесом. Я думаю, ход у динамика тоже должен быть большой. Ну и заявленная мощность в 1500 Вт. А давай посмотрим хотя бы, как он выглядит. Ты же, как профессионал, восстанавливаешь их, дорабатываешь. Понятно, что... Бывает разных у нас размеров. Махина такая неплохая вроде бы. Ну, магнит достаточно серьезный, вшитые подводящие, нормальные терминалы, полиуретановый подвес, поэтому... Ну, от себя я не могу сказать, как блондинка, что он выглядит круто. Красная строчка, стильная надпись. Маша выглядит просто офигенно. Я думаю, он играть будет не менее офигенно. Ну, в принципе, мы всю продукцию рассказали. Да, самое главное, надо удивить жену, чтобы она включила и сказала, вау. Так что приступим к установке. Ну и также мы еще сделаем шумоизоляцию дверей, потому что это, как говорят, консервная банка, хотя здесь шумка более-менее... В любом случае. Для музыки нам надо будет дверь хотя бы зашумить. Что, погнали все это разбирать? Погнали. Погнали. Сняли дверные карты. Что мы здесь наблюдаем? Штатный динамик. Это 13-го размера. Новенький у нас будет уже 16-го размера. Что касается штатной шумоизоляции. Отдираем у нас целлофанку. Ну все, вот это штатная шумоизоляция. Под ней уже вон голый металл. И что удивительно, тут даже не наклеены, знаете, бывают квадратики. Вот на Lexus у меня на Camry были такие большие квадратики. Ну, как штатная шумоизоляция, что она хоть как-то металл держала. Здесь мы снимаем, но вообще нифига нет, он просто голый металл. Это мы, конечно, все зашумим, сделаем по красоте. И хотелось бы лишний раз вам показать еще усилители. Во-первых, они офигенно выглядят, я считаю, стильно, красиво. Ну, смотрите, прям просто красота переливается. Во-вторых, размер очень маленький. У нас два будут усилителя. Один усилитель мы вот сюда вот в ноги чпоньк. И он здесь никому не мешается. Второй также с той сидушкой. Очень удобно, практично и легче будет в установке. Надеюсь, Ленка не увидит этот ролик. Потому что тачку немножко раскручили, все сняли, обшивки сняли, сидушки все высунули. И уже нашли место для усилителей. Один усилочек тут стоит, один здесь. И посмотрите, как это грамотно, красиво. И главное, что незаметно. Никому не мешают, стоят, закреплены. И все четко у нас получается. Что касается нашего замечательного блина под сабвуфер. Выглядит он, конечно, классно. На него куда-то надо запихать. Был приобретен вот такой короб. Короб на трубе. И теперь Ленка будет в багажнике возить не только сумку, где там всякие... Я и собрал там трос, огнетушитель. А вот такой вот замечательный, красивый коробочек. А теперь при регистрации с помощью моего промокода АБРАМ ТВ вы получаете бонус аж до 25 тысяч рублей на первый депозит для новых игроков. Досматривая видос до конца и вперед. Видите трубатка внутри, размерчик наш. И сейчас будем устанавливать динамик на его законное место. Ну а теперь остался этап сборки. Это такая самая нудная работа. Так что встретимся уже, когда будет все готово. Ну вот, прослое пару часов, и у нас что-то новенькое появилось в багажнике. Компактный, красивый сабик. Компания Пионер. Вписался сюда замечательно. И места у нас в багажнике тоже много. Смотрите, сколько багажного отделения. Хочешь сумки ставь, хочешь пакеты. Хочешь, что хочешь, то и ставь. Пойдемте дальше посмотрим по салону. Визуально у нас все штатно. Открываем дверку. Дверка стала тяжелей. Заметно, скажу, тяжелей. Потому что все-таки, ну, сумка сказывается. Она с шумкой на качество звука сказывается. И дверь уже такая, как будто Мерседес. Так, у нас все здесь штатно. Ничего нового. Появилась вот такая магнитола. Красивая подсветка. Она может менять цвета. Синяя, фиолетовая. Сам можешь настроить. Мы сейчас выйдем с этого бокса. Встанем на улицу. И включим какие мы треки без авторских прав. Ну, поверьте, мне не знаю, как передают динамики. Но что было здесь раньше и что стало, это просто небо изделия. Пацаны, я вас немножко обманул, когда сказал, что сегодня в этой серии будем заниматься кузовщиной. Оказывается, не так это быстро, не так это просто. И сейчас я повезу уже, когда посветлеет на улице уже завтрашним днем, договариваться с маляром, чтобы это все переустанавливать. Потом дитейлинг. Но уже, увы, в другой серии. И реакция жены будет тоже в другой серии. Ну, а сейчас мы решили вам продемонстрировать, как играет. Можно открыть заднюю дверку. И я уже подсоединился к Bluetooth. И какой-нибудь трек включить. И посмотреть, как он будет. Я не знаю, как вам передает камера, но просто на всю улицу здесь у нас орет. Раньше такого и близко не было. Так что, Пионер, топовая компания. Ссылочки я оставлю в описании. Кому интересно почитать за компоненты, кто хочет приобрести такое же оборудование, переходите в описание, переходите на сайт, покупайте и читайте. Ну, а мы дальше сейчас включим какой-нибудь трек и просто грандиозно играет. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, ну вы сами, я думаю, прекрасно все слышали. Орет мама не горюй. Качество хорошее. Так что, всем рекомендую. Спасибо, что смотрели этот ролик. Нас ждет еще вторая часть про Ленину машину. Продолжение у нас будет. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилась серия. Ну, а с вами был, как всегда, Абрам. Подписывайтесь на канал. Я пошел спать. Всем пока.